Ай, твою мать, ползуха, ну ты чего? Ну, успокойся! Прости меня! Товарищи, рад вас приветствовать на канале Holy Reptiles Channel. В этом выпуске мы будем рассаживать потомство от двух самок Топинохениус гигас. Для этого у меня есть практически безлимит соусник, уже размоченный кокос и опаснейший, но незаменимый инструмент советское шило. Те, кто смотрел первые выпуски, наверняка уже знают, что это за террариум. Он у меня называется «Свадебный». И как вы видите, название свое оправдывает, потому что у нас все получилось. На этом кадре вы видите малышей Топинохениуса гигаса, первые линьки. Я коконы не отбираю самки, сами их, так сказать, вынашивают, потом сами выпускают мальков. Уже очень много лет следую этому правилу, и как видите, все получается очень даже замечательно. Свадебные террариумы это, конечно, хорошо, но уж больно геморройно, и мыть их потом, и все такое, и вообще нужно их много склеить. Поэтому в основном я развожу просто в двухлитровых контейнерах некрупные виды пауков, об этом я вроде тоже уже говорил. И как вы видите, здесь тоже самка сама все сделала, все прошло успешно, малыши большие и живые. В первую очередь берем соусницы и шило. Обычно я делаю сбоку три дырочки, буквально на полшишечки от длины кончика шило, и одну сверху. Для вентиляции этого вполне достаточно, не прошло и двух часов. Ну и, собственно, теперь самое непростое занятие – это изъятие самки из террариума. Главное, чтобы из малышей никто не убежал. Так, сейчас мы ее подгоним к выходу. Ой, мне кажется, это немножко опасно. Давай, выходи. Так, 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 так. Я бы вам показал, как это сделать безопасно, но безопасно – это ведь неинтересно. Ну, давай, выходи. Не хочет. Иди сюда. Делается это очень просто. Иди, иди, иди сюда. Мамаша, красавица. Так. Ну, началось. В общем, суть безопасного метода изъятия самки заключается в том, что ее нужно выгнать на крышу. Давай, давай. Выходи, не бойся. Да елки-палки. Опять малыши бегут. Давай, иди сюда. Короче, к черту, безопасные методы. Это не слишком-то интересно. Ого. Кусается. Вернее, пытается кусаться. Еще одним плюсом разведения в пластиковом боксе является то, что пауков отсюда очень легко отлавливать. Итак, друзья, я наконец-то их рассадил. Получилось 351 штука. В первом коконе, который от самки, которая сидела в пластиковом боксе, получилось 212 штук. А той, которая сидела в нормальном стеклянном террариуме, получилось 139 штук. Итого 351 штука. Количество впечатляет. У самок это были первые коконы. Как правило, они немногочисленны. Но тем не менее. Теперь я беру вот этот вот замечательный контейнер с мраморным тараканом и буду их всех кормить. Спасибо. Встретимся в следующем выпуске. Встретимся в следующем выпуске.